Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курохтянапе. Меня зовут Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморский. Мы находимся в одном из мест, которое, я думаю, что никогда не достроится, но вот уже мои подписчики сделали даже здесь ремонт. Приветствую тебя. Друзья, всем привет. Меня зовут Илья. Да, мы находимся по адресу Шевченко 2. Это жилой комплекс Консул. Его строила компания ГСК. Довольно большая задержка здесь была. Комплекс достроился. Комплекс довольно интересный. Находится в одном из самых наикрутейших мест, которые у нас можно вообще придумать в городе. Мы сделали квартиру. Комплекс получился довольно-таки симпатичный. Выглядит красиво. Много этажей. Есть во дворе свое футбольно-баскетбольное поле, детская площадка. Парковочных мест, как всегда, на всех не хватит. Поэтому все как обычно и стабильно в Анапе. Мы занимаемся ремонтом квартир в городе-курорте Анапа. Продажей недвижимости от самых надежных застройщиков. Сейчас на данный момент плотненько занимаемся строительством домов. Приехали мы сюда показать вам квартиру с ремонтом. Поэтому пойдемте смотреть. Мы на лифте поднялись на третий этаж. И сейчас вам покажем эту самую квартиру. Квартира по документам покупалась с площадью 84 квадратных метра. Но после сдачи в эксплуатацию она немножечко пересчиталась. Стало меньше. Порядка 80. Входная дверь у нас встречает. Это дверь от застройщика. Она не менялась. Нормального качества. Прихожая довольно большая. Здесь у нас на полу керамогранит 60 на 60. Стеночки у нас все под покраску в прихожей. Это шпаклевание, стеклохолд, шпаклевание. Выводим под лампу все. Шкурим и красим. Потом красим пулевизатором. Везде по квартире у нас установлены белые двери. С такими интересными наличниками. Заказчики выбрали. Довольно очень прикольно смотрится. Комнаты у нас они со стеклами идут. Два санузла глухие. Все выключатели розетки у нас черного цвета. Также ручки повторяют. Это также ручки на шкафу у нас тоже черного цвета. И в принципе цвет шкафа почти сливается с цветом покраски стен. Ну то есть в прихожей, на мой взгляд, смотрится вообще прикольно. Здесь кладки шкаф тоже делали наши партнеры. Довольно большой, красивый, симпатичный шкаф. То есть смещается все. Он заменяет гардеробную. Электрика здесь не переделывалась полностью, но она доделывалась. Эти автоматы и этот шкаф у нас стоял у застройщика. Единственное, мы там подобавляли немножечко и релье напряжения поставили. Заходим в кухню. Здесь у нас подливались полы под плитку. Специально нету порожка. Силикон с затиркой. И вот так все аккуратненько смотрится. Хозяева потихонечку начинают укомплектовывать квартиру. Купают мебель еще полностью не мебелирована. Здесь есть шкаф, холодильник и печка. На кухне у нас обои. Также ТВ-зона. Здесь у нас будет угловая кухня. Все выводы под коммуникации сделаны. Оставлен ревизионный лючок на всякий случай. Кондиционер. Тоже гришки, которые мы везде устанавливаем. Компания Теплохолод. Сергей, привет. Радиатор у нас от застройщика. Ничего не меняло. Выводы тоже не меняли. Заказчики решили не нести лишних затрат. И на полу у нас везде ламинат 32 класса. На всех стенах, кроме прихожей, у нас наклеены обои. Довольно интересно даже с цветочками смотрится. Хоть я и не любитель тех моментов, но получилось на самом деле очень круто. По периметру потолка у нас багет. Багет крашеный. По периметру пола у нас плинтус. Плинтус тоже под покраску. Что плинтус, что багет у нас полиуретановый. Штор у нас сделана ниша. Ниша сделана из гипсокартона. Она шпаклевана, выкрашена и установлена на галтели. Заходим на балкон. На балконе у нас с этой части утеплитель и кирпич. Это у нас то, что было от застройщика. Единственное, мы его немножечко почистили, облагородили и все. Больше ничего не делали. Также плинтус и вот эти стеночки у нас под покраску. На балконе все. Плиточка керамогранит на полу. Следующая комната это у нас зал. Здесь у нас у застройщика был большой проем. Примерно вот до сюда. Заказчики решили его немножечко сузить. Мы его сузили и поставили обычную дверь. Заходим. Наполнение комнаты у нас все то же самое, что в принципе и на кухне везде. Это ламинат, обои. Единственное, уже немножечко другой расцветки. И вот заказчики опять же мебелью уже обживаются потихонечку. И вот посмотрите, насколько на самом деле огромный комфортный зал здесь получился. где станет телевизор и гардеробную зону и вообще все, что можно здесь поставить. На самом деле большая, квадратная, хорошая комната. В каждой комнате у нас стоит кондиционер. Также все плинтуса. Гордина у нас под покраску. И сделана также ниша под шторы. В этой квартире у нас два санузла. Он у нас раздельный. То есть это туалет и ванна. Кстати, как вы видите, туалет у нас в обоих. Что странно для обычного заказчика. В основном мы, кстати, первый раз туалет в обоих делали. В основном всегда все в клетке. Получилось очень круто. Ну, то есть обои еще такие подобрали. Также плинтус под покраску. Стоит небольшая раковина. Ну, и вот здесь такие молдинки. Люстра, кстати, в туалете. Нету никаких точечных светильников. Смотрится круто. Да, над раковиной также установили водонагреватель. У нас бывает летом на две недели отключают воду. Закрывать его ничем не стали. Он довольно симпатично смотрится. Ну, это заказчики так пожелали. Ну, и ванна. На полу везде керамогранит 60 на 60. То есть он у нас переходит в прихожую. Ванна вот чисто классическая. В белом стиле. Вот этот молдинг. Все, внимание вообще обращается только сюда. Стоит большая ванна. Метр восемьдесят. Раковина, зеркало. И место, чтобы поставить стиральную машину. Также на противоположной стене стоит электрический полотенцесушитель. Заказчики не хотели покупать его с прямым подводом. Выбрали, который включается у нас розетку напрямую. Последняя комната, это у нас спальня. Спальня квадратная, большая. Все то же самое. ТВ-зона, обои, люстра без точных светильников, кондиционер, гриль. Сделаны две розетки под прикроватные тумбочки, чтобы установить кровать напротив телевизора. Также все фрикуса и багеты у нас под покраску. И выполнена ниша под шторы. Далее мы попадаем на балкон. На балконе сделано все то же самое. Светильничек. Кирпич от застройщика. Кстати, вот эту нишу сделали из дерева. Просто штукатурка под дерево. Потому что у нас здесь... Ну, кирпич нельзя штрубить. У нас здесь проходит раз, два, три, деценеры. И вот, ну, полочка такая появилась, небольшая. На этом, ребята, у нас обзор этой квартиры подошел к концу. Кто хочет заказать ремонт, а также купить, приобрести квартиру, либо ее продать. Построить дом. Кстати, мы сейчас плотненько занимаемся этим управлением. Скоро покажем вам видео. То звоните нам по номеру телефона 8 929 825 32 92. По любому вопросу буду рад вас проконсультировать. Я хочу порадоваться за своих подписчиков, которым досталась такая великолепная квартира. Тем более, они ее взяли еще по той цене, которая была когда-то. Сейчас она стоит по-честному в четыре раза дороже. А с ремонтом вообще 5 и 6. Ну и до моря здесь действительно можно просто доплюнуть. Квартира получилась очень светлая, очень уютная, очень красивая. Илья Большой Молодец в плане того, что выполнили все пожелания. Тем более, лично пообщался с заказчиками. Им все нравится. Это самое главное. Так что, ребята, могу вам советовать. Надеюсь, что обзор на эту квартиру вам понравился. Если да, пишите обязательно свой отзыв в комментариях. От души. Всем привет. Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Пока-пока. До скорой встречи.